Добрый день. 11 июня это та долгожданная дата, которую ожидают многие. Скажите, чего нам ожидать после 11 июня? Что дадут нам эти нововведения? Ну, я думаю, они больше всего будут касаться тех, кто ездит в страны ЕС. Не надо будет подавать на визу, ставить в очереди, платить взносы за оформление визы. Не надо будет волноваться, дадут визу или не дадут. Тут просто надо будет, если куда-то хотите поехать, у вас есть хорошее тело для поездки, возьмете паспорт и все, покупаете билет, сидите в машину и, пожалуйста, приглашаем в ЕС. Давид, а я правильно понимаю, что уже 12 июня, допустим, если кто-то из наших граждан купил билет, он уже смело может отправляться в Европу? Проблем не возникнет? Прямо сразу с первого дня уже можно въезжать только с биометрическим паспортом. Это единственное условие. И уже никто не будет требовать визы, показать. Работа сейчас перенесется как бы на границу, внешнюю границу ЕС, где приграничные службы ЕС будут оформлять украинских граждан, у которых биометрический паспорт, будут смотреть, куда идут, с какой целью, если у них достаточно средств и так далее. Но это будут стандартные процедуры, которые касаются граждан любых третьих стран, у которых безблизовый режим с Европейским Союзом. Если мы сейчас вспомним украинцев, которые проживают на временно оккупированных территориях, насколько просто они смогут попасть в Европу после 11 июня и смогут ли? Ну это то же самое. Они де юре являются гражданами Украины. Так что если у них будет в наличии украинский биометрический паспорт, и это касается граждан Украины как с оккупированных территорий на востоке, так и с Крыму, могут как украинские граждане тоже использовать себя безвизовым режимом, тоже поехать безвиз на территорию ЕС. Но только опять при наличии биометрического паспорта. Для нас, для многих, кажется, что это больше положительных моментов, нежели отрицательных. Но тем не менее, мне кажется, что после 11 июня могут возникнуть какие-то сложности на границе. Могли бы вы спрогнозировать, чего стоит ожидать? Вдруг? Смотрите, вот есть хороший пример для сравнения граждан Грузии, которая получила безвизовый режим в феврале. Так что уже есть первые статистики. И безвизовым режимом смогло использоваться несколько тысяч граждан Грузии. И было недопущено на территорию ЕС только несколько человек, до 10 человек. И в основном из-за того, что у них не было обвинительского паспорта, или они не смогли объяснить, с какой целью едут, или не смогли достаточно доложить, что у них хватает средств для проживания. Поэтому я бы не сказал, что стоит ожидать какие-то трудности на границе. Конечно, в первые дни это будет новая система работать. Могут быть какие-то там, скажем, задержки. Могут быть. Я надеюсь, что их не будет. Но сразу опасаться, что будут проблемы при пересечении границы, я думаю, пока не стоит спекулировать. Посмотрим, доживем до этих дней. Я могу сказать от имени наших служб приграничных, что они к этому тщательно готовятся и сделают все для того, чтобы не было никаких задержек, никаких проблем и неприятных моментов на границе. Так как это было, скажем, с Грузией или с Молдовой раньше. Давид, безвизовый режим для Украины – это определенный вводом доверия со стороны Европейского Союза. Представители ЕС смотрели на то, как мы проводим реформы за последние несколько лет. И сейчас, фактически, Украина пытается евроинтегрироваться. Насколько у нас это получается? И есть ли риски при остановке безвизового режима для Украины? Если да, то в чем кроются эти риски? Я чуть-чуть бы вас исправил. Это не ввод доверия, а кредит доверия. Потому что Украина действительно сделала огромную работу. На протяжении нескольких лет Украина, как раньше и Молдова, и Грузия, выполняли так называемый план для безвизового режима. И там пришлось сделать действительно много реформ. Ввести надо было новые виды документов биометрические. Надо было тоже обеспечить работу приграничных служб. И один из основных блоков – это был антикоррупционный блок. Так что это признание того прогресса, это не кредит доверия, это признание того прогресса, который Украина сделала именно на этом пути реформ. Что касается возможного приостановления, то опять, пока, я думаю, не надо спекулировать о том, что могло бы быть, если бы что-то там случилось. Потому что мы только что приняли этот механизм приостановления для безвизового режима. Он в действии несколько недель, пока не был никак использован. И я не думаю, что стоит думать о том, что сразу он будет применен к Украине. Да, конечно, у нас есть вот этот механизм. Если Украина, не дай бог, сошла бы с этого пути реформ или начал бы какой-то откат тех достижений, которые Украина сделала, то тогда ситуация была бы серьезной. И для таких моментов именно был и создан этот механизм. Для того, чтобы не было этого отката, я предполагаю, что в Европейском Союзе есть орган, который будет следить за тем, как проходят реформы в Украине. Есть ли такой орган? Кто следит? Да, это разные службы Европейской комиссии. В том числе тоже мы, как представительство ЕС, прекрасно отслеживаем все вот эти моменты развития в этих областях, которые являлись условием для безвизового режима. Тоже мы получаем огромную порцию информации от разных общественных организаций, от профессных организаций. Так что у нас есть, я бы сказал, очень хороший обзор того, что было сделано, что планируется сделать. Поэтому у нас есть много институций, которые могут потом быть включены в эту работу. И потом тоже Европейский парламент имеет свои полномочия. Европейский парламент имеет постоянный контакт с депутатами Верховной Рады. Так что у нас есть множество таких платформ для взаимных отношений, для объяснения таких ситуаций. Так что если бы, опять говорю, не люблю спекуировать сразу о самом негативном, то тогда у нас есть много инструментов, как предотвратить вот такую ситуацию. Вы оптимисты, и вы пытаетесь очень осторожно подходить к этому вопросу, потому что украинцы очень долго ждали этого безвизового режима, и даты постоянно переносились. Возможно, поэтому возникает множество вопросов, на которые хочется найти ответы. Поэтому не удивляйтесь, что есть некий такой скепсис. Еще не менее важный вопрос прозвучал сегодня. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что большинство представителей ЕС поддержали дальнейшие санкции против России. Как вы считаете, это положительный сигнал для Киева? Я думаю, опять, это реалистическая ситуация, потому что санкции ЕС привязаны к выполнению России ряда требований, ряда условий. И тут очень легко можно проверить эти условия, которые содержаны, например, в решении Совета ЕС, привязаны к минскому процессу, было это сделано или нет. Тут как бы не может быть разное чтение того, что сделано или не сделано. Поэтому представители стран, членов ЕС, я бы сказал, тут имеют очень легкую работу сказать, что действительно прогресса нет, поэтому нет оснований для приостановления санкций, которые, конечно, давят на Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства с обвинением международного права, что, конечно, является очень важным для территориального целостности Украины. Поэтому можно это решение считать положительным. А насколько часто об Украине вспоминают в Европейском Союзе, на каком уровне и как возвращаются к этому вопросу? Когда мы напоминаем сами о себе или же есть заинтересованные со стороны представителей ЕС? Я бы сказал, что вопрос Украины один из самых обсуждаемых в Брусселе, в ЕС, потому что было создано много таких площадок, контактов, рабочих групп между разными органами и в ЕС, и в Украине. Поэтому не бывает ни одной недели, чтобы в Брусселе не говорили об Украине. И, конечно, тут хочется более сфокусироваться на таких положительных моментах, на совместных планах относительно реформирования Украины, чем, скажем, на таких более печалных или грустных вопросах, как именно переселенцы, как гуманитарная помощь, как оккупация Восточной Украины, нелегальная аннексия Крыма. Ну, я думаю, тут наши совместные усилы помогают решать эти проблемы. Давид, мне импонирует ваш оптимизм, и я хочу, чтобы с таким оптимизмом Украина шла и дальше в Европу, и чтобы все у нас непременно получилось. Спасибо вам за эту беседу. А я напомню, что о будущем безвизию режима для украинцев говорили с пресс-эташе представительства ЕС в Украине Давидом Столиком. Редактор субтитров А.Семкин